Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы и у нас сегодня глава ВС Вчера мы остановились на том, что Яков выполнил свои обязательства перед Лаваном Он отработал 14 лет, теперь у него есть семья, 12 детей И он хочет со своими четырьмя женами, детьми и со всем имуществом, которое у него уйти Лаван упрашивает Якова остаться Яков говорит, что я же должен что-то сделать и для своего дома А Лаван говорит, что мне дать тебе Яков говорит, не давай мне ничего после этого Он говорит ему условия, что животные, которые родятся Крапчатые, пятнистые, полосатые, будут мои А все остальные однотонные, которых большинство твои Лаван соглашается, Яков отрабатывает И 10 раз издевается Лаван над Якова, меняет условия Кончилось с тем, что Всевышний говорит Якову Пора уходить Все Является ему И говорит так Что касается Жен Яков вызвал их в поле Рахель и Лею И говорит с ним об этом С ними, с женами об этом Обсуждает, что ему делать Наши мудрецы говорят Поле это место Где никто не подслушает Вот так Он с ними беседует Объясняет, что Всевышний ему сказал Чтобы он уходил Объясняет, что я честно отработал на вашего отца А ваш отец взглумился надо мной Все им объясняет И отвечает Рахель и Лея Что Все, что ты заработал Это наши И наших детей И у нас нет никакого наследства В доме отца нашего Он нас продал И даже наши деньги проел Так что Все, что сказал тебе Всесильный Делай Кроме того Мы узнаем Из главы Ваишлаг Что Умирает Двора Кормилица Ривки Это та кормилица Которая Вышла Из Арам-Нагараима Ворона-Нахора Когда Елизер Пришел за Ривкой И Отправили Ривку С ее кормилицей Вот Она немаловажная Фигура В Торе Потому что Она Скормила Ривку И она Праведница была Ривка Когда посылала Якова В Хоран Она сказала Что Когда стихнет Гнев твоего брата Тогда я пришлю за тобой Наши мудрецы говорят Что Ривка Пришла тоже Якову сообщила Что Он Может Возвращаться Домой То есть У него Есть И слова Всевышнего И Двора пришла В общем Теперь Яков Собирается У него Огромные Стада Имущество Огромное Богатство Эти Стада Он Погрузил Своих Жен И детей На верблюдов И пошел И не сообщил Лавану Арамейцам О том Что уходит Интересно То Что Когда они Уходили То Рахель Умудрилась Похитить Идолов Своего отца Зачем Она это Делает Есть мнение Чтобы он Перестал Поклоняться Идолам То есть Забота Вот такая О папе Другой Коментатер Говорит Что Он мог С помощью Этих Идолов Определить Что Яков Ушел Но Лаван Понял Это Ему Доложили Лаван Что Воды В колодце Нет Когда Пришел Яков Вода Пошла Потоком И Больше Не Надо было Ставить На устье Колодца Камень Воды Сколько Хочешь Все Стали Богатыми Всех Стада Целая Яков Уходит И воды Не стало И Лаван Понял Что Произошло И Он Конечно В шоке Он Гонится За Яков Семь дней Пути Он Это Расстояние Прошел За один День А Семь дней Пути Это Яков Шел Семь дней Со своим Скотом Со всей Семьей Переправлялся Он там Через Речечку В общем Он Серьезно Идет Весь Ростан Огромен И Лаван Пытается Его Догнать И Он Его Догоняет И Всесильный Явился Лаван Арамейцу Ночью И сказал Не говори Якову Ни Хорошего Ни Плохого То есть Все Таки Он Боится Лаван Боится Он Смелый Смелый Но Он Боится Всесильного Мы знаем Что Такой же Злодей Как и он Белям И даже Такой Медраж Который Говорит Что Лаван Это Белям Так Он Говорит Тоже Что Все Что Скажет Всесильный Я буду Выполнять Я не могу Отступить Ни На Минуту Ни От Слов Всесильного Тоже Семьей Славан Тоже Он Теперь Тоже Боится Напасть На Якова То есть Он Получил Это Указание И Это Не Просто Так Он Понимает Что Это Бог Он Понимает Что Если Что Сделает Ему Будет Плохо Поэтому Он Сразу Остыл То Что Он Задумал Убивать Как Он Это Скажет У Было Дальше Завтра Будем Разбирать На Сегодня Наш Урок Заканчивается Урок Был Дан За Поднятие Души Берта Бат Исраэль Павел Бен Эфим Самый Бен Герш Хай Малка Бат Йосиф Мира Бат Абрагам Роза Бат Михаэль Памяти Ури Бен Хайтон Мендель Бен Мендель Яков Бен Нахум Владимир Бен Григорий За здоровье Светлана Бат Клара Шмон Бен Исхак Борис Бен Мария Анна Бат Ривка Полина Бат Соня Сура Лена Бат Ида Анна Бат Елена Игей Бен Софья Двой Бат Мир Моисей Бен Ева Ирина Бат Двойра Йосиф Белла Яков Йосиф Бен Рахель Шимон Бен Мира Фейга Бат Берта Ася Бат Года Марк Бен Нина Ира Бат Вера Лер Бен Клара Рафаэль Бен Клара Хана Цепора Бат Цара Ида Бен Хая Авива Ефим Бен Соня Мазал Парнаса Сгула Ирина Батури Арон Рей Бен Загрош Шедух Арон Рей Всего хорошего Олегу Марченко Всем Браха Парнаса Камана Мазал Тов Что мы Это время Не грешили Читали Тору Всем Всего Самого Лучшего Всем Желаю Крепчайшего Здоровья И пусть Закончится Эта страшная Война И до Следующих Встреч Надеюсь Настоится Завтра В 10.40 Шалом